Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю играть в игру под названием Fatal Prime. Итак, сегодня я, наверное, буду проходить игру на максимальном уровне сложности, то есть на харде. Так, дело в том, что я хотел проходить игру на максимальном уровне сложности в новом костюме, так же, как и игру максимально быстро, то есть менее чем за 4 часа. Но дело в том, что, короче, вот, я даже вам покажу. Вот мое первое прохождение. Я прошел игру менее чем за 4 часа, получил ранг S. Причем, на самом деле, я там... Что делаю? Просто... Так, подождите, я менее чем за 4 часа... А, ну да-да-да-да. Короче, я прошел по стандартной тактике, сфотографировал почти всех призраков. И получил ранг S. Прошел игру за 2, за 2,5 часа. И мне ничего не дали за это. Теперь... Даже мне не дали последнюю функцию. Теперь я прошел просто максимальный уровень сложности, максимально быстро. Не обращая ничего на что внимания, просто вот прошел игру. И, внимание, смотрите. Видели разницу? Там 900... Сейчас даже покажу. Ладно, вот. Сейчас покажу, сколько очков надо заработать, чтобы получить ранг S. Сейчас у меня 9 тысяч... Ой, то есть 922 тысячи, да? 922 тысячи. А вот сейчас у меня 1 миллион 112 тысяч. По идее, я заработал всего лишь 110 тысяч. И получил ранг S за первое прохождение. Ранг S дается не за количество набранных очков, я так думаю. Ну, там, наверное, тоже есть какой-то минимальный лимит. Если мы минимальное количество очков набираем, допустим, там 50 тысяч, то, в принципе, ранг S получаем. И прибегаем игру менее чем за 4 часа. Ну, наверное, чем раньше мы игру пробежим, тем быстрее. Тем больше очков нам дадут. И вот, смотрите. Теперь мне дали доступную выбор главы. Добавлен новый костюм. И специальная функция разблокирована. Отлично. Кстати, новый костюм. На самом деле, их 2 новых костюма добавили. Отлично. Когда я всю игру прошел несколько раз, мне дали, ну, 2 новых костюма. Реиграбельность вообще никакая. Зачем мне тогда проходить это все? То есть, по идее, если бы я знал, что дают только за то, чтобы пройти игру на максимальном уровне сложности, но при этом ты еще должен прибежать к игру, которую дают... Ну, только в менее чем за 4 часа, я бы вообще, наверное, не стал бы проходить, если бы у меня не было бы канала. То есть, я бы прошел бы один раз игру, и все, и хватит на этом. Потому что, ну, вот в новом бы костюме я бы поиграл бы, просто для того, чтобы... Просто мне нравятся новые костюмы, и все. Но, зная того, что мне дадут новый костюм после того, как я несколько раз игру пройду, и у меня уже не будет никакой цели играть дальше, то зачем мне эти костюмы нужны? Вот сейчас вот зачем они мне нужны? Я просто для видео это снимаю. Просто сейчас буду проходить. Вот в японской версии в этом плане намного лучше. Потому что в японской версии у нас сразу же при первом прохождении, как только я попытался всех призраков сфотографировать, сразу же открыли все три костюма. Типа, играй, пожалуйста, выбирай любой костюм, который тебе нравится, и можешь играть дальше. Так, отлично. А сейчас мы будем проходить игру на хардкоре. Так, режим истории. Так, костюм. Подождите, я не помню, какой костюм надо выбрать. Третий. Наверное, второй. Ну, если что, мы вернемся сюда. Так. Сложность, кошмар. Так, видео. А давай первая ночь. Так, из старта я говорю. Посмотрим, какой костюм. Один костюм мне нравится, другой не нравится. Ну, я не знаю, какой один. Какой. О, отлично. Это тот самый костюм, который мне нравится. Ну, у меня парочку идей появилось, короче. Блин, хотя в японской версии такой костюм круче. Так, интересно, а она только... Этот костюм только юбкой отличается, или как? Или тут у нас тоже... Ну, вроде галстук такой же. Не уверен, но там, конечно. Ну, вроде такой же. Так, хорошо. Получается, мы начнем игру с самого начала. Костюм 2, отлично. Это тот самый костюм. А в японской версии это костюм 3. Так, продолжить, конечно же. Я не знаю, что будет, если мне нужно продолжить, но вроде должна быть первая глава. Да, отлично. Первая глава. Я не знаю, ролики... Ну, в принципе, ролики можно некоторые пропускать. Так, хорошо. У нас доступна самая последняя ее функция у камеры. Давайте ее как раз-таки купим. Это что у нас такое? Ноль. Делает фото без пленки. Отлично делает фото без пленки. Круто. А, давайте испытаем. Мне кажется, они его не... Как она может фото без пленки делать? Тогда, то есть, я не могу 90-ю пленку, например, ставить или что? Так, хорошо, давайте посмотрим. 63, хорошо. А если я выберу 90-ю пленку? Кстати, я тут специально, блин, для хардкора... 90-ю пленку взял. Набрал вон сколько. За два прохождения. А я, оказывается, могу без пленки фотографировать. Отлично. Короче, я зря столько времени 90-ю пленку копил. Но сейчас мы отыграемся на этом. Правда, проблема заключается в том, что у нас теперь нету максимального запаса. Ну, то есть, не запаса этого, а заряда, короче. Максимального заряда у пленки. Потому что это другая способность, которую я могу либо то, либо то выбрать. У меня есть еще одна прикольная способность у видеокамеры. Это... Ну, то есть у фотокамеры, блин, какая нафиг видеокамера. У фотокамеры то, что она может сама наводиться на призрака. Блин, это прикольно, но... Даже не знаю. Все-таки давайте по-другому сыграем. Раз я так много 90-й пленки накопил... То мы немножечко по-другому сыграем. Выберем другую способность. Преследует призраков. Будем вот с этой способностью играть. А вот уже когда на время будем проходить игру, мы будем играть с другой способностью. Не тратить, короче, снимки. Чтобы нам не приходилось пленку искать. Так, что мы тут можем выбрать? Сорвать печать основу. Так, 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 так. Преследует, все, отлично, все, то есть, все, что нужно. Так, и нам надо пленку поменять теперь, кстати. Даже, я не знаю, давайте вот такую вот пленку возьмем. Красные пленки тоже 99 штук, так... Всяких призраков, встречающихся. Мы не будем фотографировать, потому что у нас и так... Все фото есть призраков. 90... А, 100%. Всего увидено 108, всего взято 108. Всех призраков, которых можно было... Здесь сфотографировать, мы их сфотографировали. Я, кстати, дополнительное видео нашел в интернете. Там, типа, какие-то, типа, бонусные призраки были, которых, по идее, фоткать не надо. И знаете, что там было в этом видео? Просто вот там, например, предмет длинный, веревка. Вот, например, в прошлый раз меня веревка, типа, должна была испугать. Кстати, вот здесь я ни разу не поднимался. Давайте посмотрим, что будет здесь. А, блин, сломано. Да, точно здесь же сломано. Подождите, а мне казалось, что здесь есть нети подчинений. Ну ладно, тогда вот так вот будем. То, что веревка там меня испугала, то, что там какой-то этот мячик падает. И всякие там действия, например, сундук, который трясется. Я сначала сказал то, что это мимик в тот момент. Это тоже, типа, как он считает. Так, ладно, хорошо. Давайте попробуем крутой снимок сделать. Он сейчас на нас начнет нападать. Мы его заморозим. Так. 910. Сколько мы за него заработаем очков? 8661. Круто. Вот если бы мы подождали еще, что когда он подойдет ближе к нам. Или 90-й пленкой. Представляете, 90-й пленкой его сфотографировали. Максимально близко. Это сколько у меня заняло опыта дарой. Кстати, здесь, насколько я помню, вроде 9 тысяч максимальный. Максимально возможное количество очков, заработанных или нет. Или 10 тысяч. Не помню, но тут тоже есть максимум, который можно заработать за одного призрака. Я это вроде на Вики где-то прочитал. Или видел его где-то. Ну, я просто, как сказать, я ознакомился. Я уже прошел игру, как сказать, европейскую версию на максимальный ранг S. И мне тоже, кстати, ничего не дали. Я имею в виду костюмы. Там один костюм только дали за первое прохождение, и все. Ну, я вот не знаю приколов в том, что, в общем... У меня вроде как американская версия, но из-за того, что она перевезена русская, ну, на русский язык, она почему-то принимает только сохранение этой, как вон, европейской версии. У него там еще какой-то вот этот вот код немного видоизмененный. Там что-то типа через черточку написано что-то. Из-за того, что это русская версия, у него вот этот вот слаз, вот этот вот код, короче, поменялся. Но дело в том, что, короче, я взял европейскую версию, вставил не... Ну, как сказать, неизмененную, короче, вот. Там же тоже у сейва есть код, именно код игры, короче. Я... Я... Он подошел, я поменял его... Ну, то есть, поначалу я поменял его, короче. Так, ладно. Короче, я название поменял у этого... Сохранение. А он подошел. Я не стал менять, второй раз попробовал, что будет, если не поменяю. А он в сторону подошел. Но дело в том, что там, короче, двух функций нет у камеры почему-то. Вот проблема в том, что, блин, субтитров нет у игры. К сожалению. Очень плохо. Так, ладно, пойдем у тебя. Ну, в принципе, быстро можем игру-прости. Кстати, там вот призрак. Я могу даже всех сказать, где все призраки находятся. Сейчас здесь будет призрак, призрак и аппарата, поднимающегося наверх. Так, здесь 14-я пленка лежит. Нужна ли она нам? Нет, она нам не нужна. Ну, блин, я еще сон не подберу. Кстати, пилюлю травнулся в самом начале. А, она нам не нужна, потому что она так, где мягко. Блин, ладно. Конечно же, мы не будем тратить пленку, просто так. Когда нам нужно будет сфотографировать какую-нибудь дверь, распечатать печать. Сфотографировать печать, чтобы дверь открылась. Так, здесь обязательно нужно дотронуться до двери. Ну, то есть, попытаться ее открыть. Иначе не сработает трибер. Так, сейчас будет справа от нас спускающаяся тень. О, то есть, не тень, а от какого? Мужик, короче, будет заходить. Я даже знаю, как его поймать. Смотрите. Вот сейчас бы мы могли бы его сфотографировать. Кстати, я тут заметил, что у нас нету индикатора про нормальную активность. На хардкорой. Но это я заметил не сейчас, а уже когда проходил. Пошли раз. Счет фото, самая лучшая фото у нас. Нам самое главное, чтобы в 90-пленках хотя бы один экземпляр остался. Ну ладно, мы все вот эти ролики посмотрим, а вот уже потом, на время мы их будем пропускать. Там уже не очень много карты. Просто, может быть, какие-нибудь кадры из этих роликов я буду использовать для превью. Потому что, блин, игра не очень хорошая для того, чтобы делать снимки для превью. Потому что все темное, короче. Я их осветляю в фотошопе. И сорны неподходящие, блин, ракурсы. Вот это, блин, более-менее нормальный ракурс, кстати. Блин, точно такой же в японской версии, как он есть. У меня есть идея, короче, по поводу этого видео. Я попытаюсь это видео, конечно, снять. Но мне нужен другой компьютер, который машинит. У меня не всегда есть доступ к нему. Но я сделаю, короче. Там просто я хочу прям... Этот, какого, эмулятор запустить в 4К, а может быть даже в 8К. Бежим. Если получится получится. Чтобы качество прям в картинке вообще было идеально. Мне просто нужно будет палочку в фотошопе именно костюма сранить. А потом уже различные другие различия. Ну, то есть, чем отличается японский версия от двух других. Я уже так смогу снимать. Так, там пленка. Ну ладно, нам пленка не нужна. Не помню, какая пленка. 37-я. 99 штук это более чем достаточно. Так, призер, который идет. Я забыл сказать. Так, здесь у нас черный, не помню, что у нас. 37-я пленка. А у нас полная, не помню. Так, сейчас будет призерк-редактор, который нужно быстро сфотографировать. Это не всегда получается, но я натренировался более-менее. Можно, короче, просто нажать «Фотограф». Так. И все, мы бы его сфотографировали. Но я просто прям... Прямо просто. Я уже не тренировался. Я могу все... Пройти игру, просто сфотографировав всех призраков. Я знаю все... Местоположение всех призраков. Правда, иногда некоторых призраков придет отрегулировать. Так, ладно, пропускаем, но это нам неинтересно. Я же не зря выбивал так долго этот костюм, блин. Что это было, говорит? Что это было? Нет, я так понимаю, она говорит, что это было. Так, сейчас еще один будет призрак. Его, кстати, можно тоже сфотографировать, короче. Так. Смотрите, вот так вот делаем и быстро сфотографируем. Она сама не наводится, ну ладно, вот. Мы бы его могли бы сфотографировать. Здесь еще один призрак, а в кимоно скрытый. Но он нам тоже как бы не нужен. Так, хорошо, сейчас будет заказ сцена, где на нас нападет призрак редактора. Блин, я не знаю, если мы будем смотреть, мы за 2 часа, наверное, пойдем в игре. 4 серии. Ну, максимум 5 серий. Если заказ сцена пропускается, то мы за 1,5 часа точно прибежим. Ну, за 2 часа максимум. Касс сцена на полчаса наберутся, да? Наверное, наберутся. Так, призрак редактора. Помоги мне, говорит. Так, хорошо. Вот плохо то, что они субтитры, блин, не завалили для этого. Интересно, вот на Xbox версии есть субтитры или нет? Я хотел, блин, еще в версию для Xbox'а поиграть, потому что там... Короче, есть много отличий. Так, блин, я у вас фоткал самой фиговой пленкой, самой дешевой. И 5000 заработает. Неплохо. Ну, если бы в фотографии был бы 6000 заработал, это точно. Замораживать призраков мы не будем, хотя я, знаете, сколько накопил эти камни. Сейчас покажу. Крустальных камней. 68 пилю из трав. 20 святой воды. Зеркало, магнитофон. Так, подождите. 67 камней духа. Это прям дофига. Так, какие способности у камеры есть? Мне вот это интересно. Хочу новые способности испытать камеры. А то я только одной и пользуюсь, что замедляю. Давление прочь призраков. Отталкивает, короче, медленно замедляет. Ненадолго движение призраков. Фигня, на самом деле. Видеть. Ненадолго делает призраков более видимыми. Фигня. Парализовать. Хорошая, самая полезная функция. Искать. Ищет местонахождение призраков. И автоматически следит за ними. Да блин, у меня и так автоматически следит за ними. Ну ладно. Давление прочь. Отпугивает призраков. Ну, знаете что? В принципе, я могу... Нет, камни я не буду тратить. Камни я буду тратить на этот. Когда я буду проходить на максимально... Ну, максимально быстро иглу, короче. И вот, что я заметил, я, короче, не могу сжать shift и курок одновременно. Я привык, короче, на... Правый shift, короче, сжать. Фотографировать. R1 клавиша. И там курок есть аналоги еще. Пилюлю подобрал. Не знаю зачем. Так, сейчас на нас призрак нападет. Ничего страшного. Кстати, давайте мы тогда пленку получше возьмем. Сразу красную пленку. Ну, как вариант, да, можно. Ах, ты че так... Ты че так близко ко мне подошел? Жулик. Ну, не получилось, короче. Эй, ты слышишь? Тебе не было сзади. Они, блин, слишком много уроны уложат. Так, она плохо им доводится. Ну ладно, будем так что-то копировать. Почему бы им нет? Как-то 3700. Не, по идее, я бы сам был лучше бы даже наладился. Как вам пошли отсюда? Единственное, что... Использовать это как доводка, я понял. Наводимся сами стиком, а способность используем как доводка. Потому что сама автоматическая, она слишком медленная, не успевая за призраком. Но при этом, если я близко поставлю с помощью стика, но не до конца в центр, доведу, то вот эта вот способность камеры поможет мне довести до конца. До центра, я так думаю. Но придется сфотографировать на квестик. Я привык на шифт, короче, правый, фотографировать. Потому что в японской версии тоже та же самая же клавиша отличается за фотографированный. А вот... Из кнопок надо сжать вроде не крестик, а кружок. А сейчас у меня кружок это... Кстати, призрак. Здесь тоже появится сейчас призрак прямо перед нами. Ну ничего страшного. Я не боюсь тебя. Так, не понял. А что это за звук такой? Раньше такого не было. Ну, я, по крайней мере, не обращал внимания раньше. Сюда никого нет. Как будто кто-то есть. Что это за рычание такое? Я впервые ее слышу. Ну, может быть, я ее раньше слышал, но не обращал на это внимания. Так, ладно, пойдем отсюда. В принципе, к первому главу можно вообще быстро пройти. И третью тоже, кстати, теперь. Когда ты знаешь... ...как правильно действовать. ...позади нас появится сначала призрак исчезающий, а потом атакующий призрак редактора. Оба призрака редактора. И редактор, вроде как, перестанет нас преследовать. Берег. Блин, давай быстрее. Пустые. Доводится. Смотрите, я двигаюсь тиком, в общем. И пытаюсь довести. Так, отлично. Ощущусь, что в центр. Он даже сквозь стен их виды, где они находятся. Блин, не успел довестись. Пять тысячи заработал очков зато. Прикольная способность. Но способность, блин. Которая позволяет не тратить пленку, это еще лучше. Вот самое идеальное, блин. Можно было бы их все сразу использовать. Был бы прикольно. Способность, которая сразу дает тебе заряженную пленку. Способность, которая позволяет тебе автоматически наводить на призраков. И способность, которая позволяет тебе не тратить пленку. Это я бы взял бы 90-ю пленку и прям всех бы фотографировал только так. 90-ю пленку мы на боссах сэкономили. Вот, в принципе, на этого босса можно было бы потратить эту пленку. Как успеем мы сегодня срадиться с индивидуальным призраком? В принципе, успеем. Еще шесть минут. Опять в пленку, короче. А, щелкнем его, наверное, 74-й пленкой. Я, в принципе, когда проходил на максимальный рейтинг, вот всех призраков, когда проходил максимально быстро хард-режим, то я, в принципе, вообще лечащими средствами не пользовался. И когда европейскую версию проходил на 100% за один и за первый забег, там тоже я почти не пользовался, только в одном месте. Вот такая ситуация возникла, что там, короче, странствующий монах, которого я пытался стрегировать. Я запекал в разные помещения, чтобы он стрегировался, а он не стрегировался, не появился. Появился вместе с другим призраком, с длинноволосой женщиной. Они вместе, два, ну, два таких надоедливых призрака, и они не начали меня атаковать. Я к этому был не готов, поэтому пришлось лечащие предметы использовать. Иначе бы я их вообще бы так бы видел, по отдельности, если бы они появились. И можно было бы сказать, что я, кроме как зеркальных камней, ничего не использовал для того, чтобы лечиться. Можно, конечно, игру пройти, не получая урона. Харт-режим даже можно так попробовать сделать. Ну, это вполне возможно. Просто для того, чтобы не терять себя времени. Наверное, я... Даже не знаю. Я, наверное, буду проходить хард-режим на... Ну, не знаю. На S японской версии. На S-ранг. Ну, конечно же, я его выложу раньше. Если... То есть, если я вот это прохождение получу S-ранг за хард-режим, то я, конечно же, его раньше выложу. То есть, оно уже выложено у меня на канале. Если я получу за... За это S-ранг. Так, ладно, давайте подлечимся на всякий случай, а то он может меня реально убить. Так, с этой водой получимся. Не зря же я так много всяких предметов лечищ набрал. Блин, он слишком быстро двигается. Вроде бы я навелся... По идее, я знаю, как можно больше очков заработать. Это просто вот так вот. Сейчас его сфотографировать. Блин. Надо было сфотографировать, когда... В центре находится... Этого кружка. Крестик. В таком случае мы 3000 очков получаем. Всегда. Стабильно. Я же говорю, мы... Даже если он атакует, мы делаем нулевой снимок. Вот близкий, мы можем заработать 3000. А если бы мы не ждали такого ситуации, и сразу бы, короче, атаковали бы, мы бы могли больше заработать. Например, 4000 за... Спарта, я это давно заметил. Такую... Закономерность. Так, ну ладно, думаю, на этом мы завершим серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Вот так. Давайте вот тут вот завершим серию. Все отлично. Субтитры сделал DimaTorzok